Окна, заведующие детским садом номер 7, выходят как раз на стройку. Возводят пристрой к садику. В следующем году здесь откроются 4 ясельные группы на 60 детей. По сортировке ходят очень много и с колясочками, поэтому для них, если будут выход из их положения, спрашивают, когда Валентина Ивановна будет. Если будут. В общем, ждем. Каждый день Валентина Штанько делает фотоотчет по строительным работам и отправляет начальству. Стройка, наконец, идет полным ходом. Сейчас убыстрилось все. Работает, видите, сколько народу, очень много. Работают очень рано, приходят и уходят очень поздно. А вот летом полтора месяца смотрели на котлован, заполненный водой. Работу пришлось остановить, едва начав. Геологические исследования при проектировании провели на недостаточную глубину. При отработке котлована наткнулись на высокие грунтовые воды. То есть котлован был полностью заполнен водой. И мероприятия, которые проводились в части водопонижения, не давали должного результата. А поскольку, как везде, фундамент – это основное, что может быть, естественно, было принято решение, обратились в проектную организацию, это СС-проект. Проектная организация вынуждена была провести дополнительное геологическое исследование. Решение было найдено. Применили так называемые игловые фильтры для откачки воды ниже уровня фундамента. Затем подрядчику пришлось целый месяц наблюдать, не будет ли просадок фундамента. На сегодняшний день у нас есть уже положительное заключение этого мониторинга. То есть он у нас никуда не проседает, не уходит этот фундамент. Подводные препятствия проекта преодолели, а вот наземные огрехи проектирования строителям пришлось обходить в прямом смысле слова. Говорят, в таких стесненных условиях еще не строили. Дело в том, что прямо посередине строительной площадки проходит теплотрасса. Она была здесь всегда. Но кто-то на момент проектирования решил, что на момент строительства ее здесь уже не будет. Не угадали. Вот эта веранда, она у меня попала, второй тип, ближайший к теплотрассе, она у меня попала ровно на теплотрассу и совместно с главным управлением капитальным строительством и проектировщикам было принято решение сдвинуть веранду и развернуть ее. Веранду развернули, но вот самим строителям и развернуться негде. Строительная площадка буквально завалена горами земли. Теплотрасса тоже принесла определенные неудобства. То есть и расходы, и опять же стесненность увеличилась в связи с ней, что мы не можем составить тот же самый материал, то есть занять это место для складирования. С места на место приходится передвигать грунт, то есть для обратной засыпки здания, для засыпки веран. На вопрос, почему теплотрассу не убрали вовремя, нам ответили так. Ну это вопрос больше к тепловикам на самом деле. Тут я как бы не совсем вам готов сказать. Требует временных затрат определенных с проектированием, с перепроектированием теплотрассы самой. Согласно договору, объект должен быть сдан к Новому году. Подрядчик надеется, что в ближайшее время теплотрассу все-таки уберут. И задействуя дополнительные силы, стройку сдадут вовремя. Теплотрассу уберут, сделаем планировку. Дети смогут свободно ходить. В нашем запросе мы спросили ресурсоснабжающую организацию, считают ли в акционерном обществе себя ответственным за эту проблему, расположенную на месте строительства теплотрассу. От поставленного вопроса там деликатно устранились. Зато рассказали, что и когда планируется сделать. В настоящее время АО «Теплоэнерго» выбрало подрядную организацию, которая выполнит весь комплекс работ. По реконструкции тепловой сети с выносом теплотрассы за территорию детского сада номер 7 по улице Движенцев. До середины ноября будет разработана проектно-сметная документация, в соответствии с которой до конца 2019 года будет смонтирована теплотрасса в подземном исполнении протяженностью 160 метров. Существующая теплотрасса продолжит обеспечивать теплоснабжение потребителей до момента, пока не будет готова новая. Затем в течение трех часов будет проведено переключение на вновь смонтированную трассу. Вот такой ожидается предновогодний квест с отключением отопления. Остается надеяться, что все пойдет по плану. И садик вовремя сдадут, и батареи в домах остыть не успеют. Ирина Стефанюк, Виталий Кудрявцев. Время новостей.